Ну что, друзья, так и не дали мы немного отдохнуть вам. Группа Волощука СД вновь отправляется в поход. На этот раз летим в Арабию. Уж вы не обессудьте. Будем рассказывать, как там народ в Арабии живет. А заодно мы очень честно вам расскажем, как привечают там русских туристов и рок-звезд. Чем кормят, поят, на что спать кладут. Мы все покажем. И развлекают чем и как. Докладывать вам будем прям с колес. Доброй ночи вам, уважаемые любители рок-музыки. Вот сейчас вот без 15.04. И мы ни свет, ни заря, как настоящие русские рок-путешественники. Собираемся не в поездку, в полет. Собираемся на воздушном шаре. Вот так. И оттуда будем смотреть на все красоты Дубая. Прямо сверху. Ну, потом вам покажем, конечно же. Мы же не жадные, мы все показываем. Мы же такие простые вообще. И не жадные, самое главное. Вот. Поэтому готовьтесь. Сейчас едем туда. Ага. Вот это вот проверяет наши паспорта. Прежде чем туда нас взять. С собою. Надеемся, что сейчас мы этот паспортный контроль пройдем успешно. Мужчина очень серьезный. Без улыбки сказал, дайте паспорта. Надьте, говорим вам паспорта. Надьте. Помните, группа Надьте. На экспозиции в Ленинградского рок-клуба на выставках была. Группа Надьте. Вот мы ему так сказали. Надьте. Ну, все. Паспортный контроль прошли. Все готовы. Ну, мужик серьезный, смотрю. Ну, у него даже пальтишко, как у меня. Меня как вручили. При вручении звания рок-шейха восточного. Вот мне такое пальтишко тоже вручили. Я вчера к ним дефилировал по пустыне. Ну, если вы обратили внимание, конечно. Так что, видите, у них тут все строго. Без паспортного контроля на шар не пускают. Вот так вот у них тут. Серьезно все. Пойдемте. До места взлета воздушных шаров надо ехать около часа. Но на хорошей машине, да еще и по хорошей дороге ехать неутомительно. Тем более, что в пути еще можно немного вздремнуть. Досмотреть сны, прерванные в 3 часа ночи. И пока участники рок-группы Волщука СД сладко спят, я вам немного расскажу об истории воздухоплавания. Конечно же, люди мечтали летать давно. Сколько помнят себя. Помните легенду о Бекаре, который сделал себе крылья и пытался долететь до солнца. Но крылья это больше про историю самолетов. А вот первое упоминание о запуске воздушного шара без людей датируется 1306 годом. Когда тканевый шар подняли в воздух в честь вступления на престол китайского императора Фокиена. А вот с людьми первый воздушный шар, нагретый горячим воздухом, подняли в небо братья Монгольфье в далеком 1783 году. И назвали они такое устройство аэростат. После этого во Франции начался аэростатный бум. Всем хотелось подняться в небо. И использовали аэростаты в основном в развлекательных целях. Но потом воздушные шары стали использовать и в военных целях, чтобы следить за неприятелем, забрасывать туда разведчиков или сбрасывать бомбы на неприятеля. Все это время шары усовершенствовали и дошли до сигарообразной их формы с подвешенной внизу гондолой с пропеллерами. При помощи их уже можно было быстрее и целенаправленнее передвигаться в воздухе при помощи рулей управления, направляющих потоки воздуха. Такие шары назывались уже дирижаблями. И изобретателем дирижабля как проекта считается Жан-Батист Мари-Шарль Мюнье, французский математик и дивизионный генерал, занимавшийся организацией береговой обороны Франции во время Великой Французской революции. Но впервые реальный дирижабль с паровым двигателем сконструировал также француз Анри Жиффар, который и совершил первый полет на нем 24 сентября 1852 года. Далее конструкции дирижаблей совершенствовались, и к концу 19 века они стали самыми передовыми транспортными средствами в Европе. Но это все были мягкие дирижабли, те же тканевые шары, только сигарообразные, с небольшой грузоподъемностью и двигателем, которые хотелось все время увеличивать, эту грузоподъемность, чтобы поднять их экономическую эффективность. Поэтому люди пришли к конструированию твердых или жестких дирижаблей, в которых легкий газ заполнял деревянный, а позже металлический каркас, обтянутый тканью. Это уже были дирижабли побольше, поустойчивее и могли поднять намного больше груза. Конструкция таких дирижаблей и ее развитие твердых дирижаблей связана уже с немецким графом Фердинандом фон Цепеллином. Его первый твердый дирижабль назывался ЛЗ-1. ЛЗ обозначало Люфтшифт Цепеллин, в переводе на русский дирижабль Цепеллина. Он имел длину 128 метров, и на нем были установлены два двигателя Даймлер мощностью 14 лошадиных сил. Первый полет Цепеллина состоялся 2 июля 1900 года. Для любителей хард-рока слово Цепеллин, конечно же, звучит как божественная музыка. Именно такую музыку создавали основатели хард-рока, британская группа Led Zeppelin, то есть свинцовый дирижабль. Этим названием музыканты говорили о том, что наступает эра тяжелой музыки. Понимаю, что музыкальное пристрастие очень субъективная вещь. Многим не нравится музыка Led Zeppelin. Но для Волщука СД, как и для очень многих музыкантов, это отправная точка в музыке, наравне с Битлз и Элвисом Пресли. Это одна из самых успешных групп в истории рок-музыки. Общий мировой тираж проданных альбомов группы превышает 300 миллионов экземпляров. Не просмотров в Ютубе, а проданных альбомов. Семь альбомов группы поднимались на вершину чарта Billboard 200, самого влиятельного журнала в рок-музыке. И на первом альбоме группы 1969 года изображен именно летящий дирижабль. А вы говорите, какое отношение имеет ваше летание на шарах к рок-музыке? Как видите, самое прямое и непосредственное. Нам специально выявили цвета российского флага. Синий, белый, красный. Они знают, что здесь будет лететь русская рок-звезда. Поэтому думают, не вот эти разноцветные, а вот сюда. Но будем надеяться, что шарик удачный. Видите, нагревают воздух там сзади. А вы говорите, что мы зря сюда поехали. Не-е-е, тут интересно. Вот так. А вон, гляньте, какой красавчик надувается. Разноцветненький такой, мозаичный, красивый. Надо будет песню придумать. Как вы считаете, уважаемые любители музыки, стоит придумать песню про что-нибудь такое, про шарики, про раздушные? Ёлка придумала, а мы, что нет. Хуже. Тоже придумаем, вроде бы. Ну вот и наш шарик надувать начали. Посерьезнее уже так, с огоньком. Видите? Уважаемые любители рок-музыки, впечатляет. Снаряжают люди, добрые. Тут безопасность. Мне пошили еще ремни на русских богатырей, видите? Раздвигаются. Взлетаем. И я вам объясню, для чего мы это делаем. А для того, чтобы сверху посмотреть, как мир прекрасен. Я иногда завидую космонавтам. Они смотрят на наш мир еще с большей высоты и видят, что он прекрасен. Они самыми первыми увидели Юрия Гагарина. Посмотрел и говорит, как же прекрасен наш мир. Голубая планета. Выяснилось, что она голубая оказывается. Вот так. Посмотрим сейчас. Вспоминаю сразу песню группы Агата Кристи. Мы летим, а вы ползете. Чудаки вы, чудаки. И вот мы летим сейчас, уважаемый любитель рок-музыки. Летим, просто. А это частные домики, их местные. Видите? Здесь каждому местному жителю, коренному жителю, гражданину, когда он женится на местной жительнице, тоже на коренной, ему выделяют сразу же кусок земли. И он строит здесь себе домик. Видите, вот они внизу, эти домики. А посредине мечеть, молельный дом. Такой аккуратный кондоминимум. Вот. Если же он женится на иностранке, то ему только с большим трудом выделяют землю, и с большим трудом выделяют кредит уже. То ему деньги не продают на строительство, а вот кредит их. Под 0,05 процента. Местные жители не живут в многоэтажных домах. Их немного, их полтора миллиона здесь. Из которых, наверное, полмиллиона это дети шейха. Ну, семья короля. Поэтому у них вообще во дворцах живут. А коренные жители живут в таких вот прекрасных домиках. Посмотрите вниз. Скоро начнется рассвет. Подъем солнца. Ради этого только стоило взлететь сюда. Уважаемый любитель рок-музыки. Как вы считаете? Говорит, будем подниматься на тысячу метров. На шашу. Конечно, хотелось бы повыезд. Хотелось бы взлететь на самые высоты. Ну, согласитесь, да? Что и ты еще неплохо. А вон, участники рок-группы Волочука СД соврать не дадут. Стоят себе тихонько. То их не угомонишь. А вот тихонько. Мольте, так стоят. Че притихли-то? Уважаемые участники рок-группы Волочука СД. Где ваши улыбки? Ослепительные. Это они еще не проснули. Сейчас они проснутся, начнут веселиться, как обычно. Рок-н-роллы танцевать тут. Всякие. Говорит, поднялись еще на сто метров выше. Да, еще сто. Еще сто. Еще сто осталось, если вы слышите. Капитан говорит, еще сто метров. Мы не каждый день так вышли. Если высота вам нормальная, меня там же. Да, нормально. Нам, конечно, маловато, но... Вам разницы нет. Ну, а нами-то еще двести хватит. Вам разницы нет. Ну да, с какой падать? Разницы большой нет. На сто метров выше, на сто метров ниже. Все, че уже мелочиться-то? Лепота, как говорил Иван Васильевич. Помните? Лепота. Воздушные шары, конечно же, это прекрасно, это красиво. Но меня всегда удивлял один человек. Федор Конюхов. Вы можете себе представить? Один. Он поднимался не на километр, а намного выше. И крутился вокруг земли. Вы как себе представляете? Если нет, то предлагаю залезть в воздушный шар и подняться хотя бы на километр, посмотреть туда вниз. Это в безветренную погоду. А там наверху ветер побольше и мерзится. Вот видите, уважаемый любитель рок-музыки, вот там вот внизу озерце. Озерце, а на нем из зелени выложены буквы Дубай. Но это, видать, владение какого-то очень богатого человека. Потому что первое, у них пресная вода на без золота. А второе, огромная, ведь огражденная территория. И человек там выложил на этом озере буквы Дубай. Уважаемый любитель рок-музыки, обратите внимание, как песчаные барханы напоминают морскую рябь. Ну, в океане вот эти волны. Именно так, ребят, когда начинается шторм, начинают друг на друга наезжать. Видите, прям точно как волны океанские. Красота. А вон, видите, припрятался кто-то в барханчике на машине. Расположился там в ямке. Видать, палаточки стоят. Видать, там это... Пикничок был вчера. Наверное, русские. Это наши любят пикничок с шашлаками. Выезжать на природу. И их научим. А как? Мы должны нести цивилизацию во весь мир. На всю планету. Научим их шашлычки жарить и пикники устраивать. Уважаемые любители рок-музыки, как вы считаете? Сможем? Я уверен, что сможем. И самый лучший рок-н-ролл мы скоро придумаем. Вся планета будет восхищаться русским рок-н-роллом. Обратите внимание, уже мы любим такую музыку. Пустыня. А по ней забор идет. Это кто-то... Непростой товарищ захватил кусок пустыни. Заборчиком огородил. Ну, прям как у нас. На наших дачах. Четырехметровые заборы там у нас стоят. Чтобы не заглядывали из окон, из соседних. Так и здесь. Чувак, видите, огородил. Вот так. Это все его территория. Ну и озерка вот там, на котором в буквочке Дубаи написано. Есть хорошие люди в Дубае, вот так бы я сказал. В котором ради прославления родного Эмирата ничего не жалко. Это собственность шейха. Я сразу понял, что это серьезный товарищ там поселился и полпустыни отгрохал себе с забором, огородил. А вы говорите, что я недогадливый. Уважаемый, любитель рок-музыки. Я сразу понял, что там коллега находится. Я восточный рок-шейх. А он обычный. Ну, даже обычный. Могут себе позволить. Мы узнали, что местные жители очень любят скорость. Поэтому они обожают скакунов арабских. Обожают дорогие, хорошие машины. У них на это есть титимити. И они даже устраивают гонки на воздушных шарах. А вон, видите, еще один индейец. И не один. Видите, их два. Камикадзе. Полетели куда-то. Торопятся они. В ларек, видать, уже открывается. И они любят устраивать гонки на этих шарах. Взлетают и погнали. Кто быстрее. А на разных отсечках сбрасывают мешки. Разные вещи. Доказывают, что там он пролетел. Вот такие вот у них соревнования проходят. То есть люди любят риск и скорость. Ну, как и должны любить настоящие рокеры. Они же не просто так. Мне присвоили звание восточного рок-шейха. Мы, честно говоря, полетели на воздушном шаре. Ради того, чтобы увидеть восход солнца. Но, к сожалению, тучи, видите, его чуть-чуть прикрыли. Хотелось эту красоту увидеть. Но в любом случае мы увидели красоту этого мира. Которую мы, в принципе, наблюдаем каждый день. Даже самый будничный, серый и дождливый. Мы наблюдаем красоту этого мира. Вот она. Простор. И вон оно солнышко. Все равно сейчас подымется. Потому что, вы же помните, ночь особенно темна перед рассветами. И поэтому надо всегда помнить, что после даже самой темной ночи наступает рассвет. Так и в жизни. После самых тяжелых событий всегда наступает светлая полоса и подъем. Если ты, конечно, упирался и действовал. Тогда это просто обязательно случится. Твой рассвет и подъем. Вверх, в вершины. На вершины рок-н-ролла. Мы сейчас нарушим частную территорию шейховскую. Но ему позвонили, сказали, что в восточном урок шейху Волочугу СД разрешено пролететь над краешком этой территории. Вот она, видите, внизу. Заборчик пятиметровый. Поэтому, желаемые любители рок-музыки, становитесь рок-шейхами. И вам разрешат пролететь над краешком территории настоящего восточного шейха. Ну, правда, простого. А я же рок-шейх. Разрешил. Позвонил, говорит, хорошо, ради Волочугу СД можете залететь на краешек. Мир прекрасен и удивителен. Это единственное, что я могу сказать после полета на воздушном шаре. Уважаемый любитель рок-музыки. Я надеюсь, вы не будете спорить со мной. Или будете. Все будет хорошо. Вот так вот, а вы говорите. И как вы поняли, мы не одиноки в этом мире. А кто-то думает, что он одинок. Впадает в уныние. Не, мы не одиноки. Видите, сколько летает на шариках любителей жизни. Уважаемый любитель рок-музыки. А он, Витя, Джей, раны побежали. Красавчики, глянь, бегут. Вольные животные. Вот они в неволе не живут. Только на просторе. А так и мы должны. Люди. Уважаемый любитель рок-музыки. А Витя, мы пролетаем мимо какого-то животноводческого хозяйства. Видите, лежат верблюда, отдыхают. И это для них специально навесы от солнца сделаны. То есть им сарай они строят, только навесы. Видите, лежат, отдыхают. Нас преследует Toyota Land Cruiser, который является одновременно и средством перевозки этого шарика, и якорем. Когда мы приземляемся, они сразу же прицепляют к ней веревку, чтобы шарик назад не взлетел. Шарик-то быстро отзывается, если в него не закачивать горячий воздух. Моментально, по сути дела. Раз и все. Только приземлились. Мы-то думали, что путешествие на шарах уже закончилось. Оказывается, не так-то просто вырваться из гостеприимных рук местного шейха. Он когда узнал, повторюсь, что Волощук СД на шаре тут летает, он разрешил пролететь над его территорией. А потом говорит, я еще и поляну хочу накрыть Волощуку, поэтому говорит, не едьте пока в отель, заворачивайте сюда, пускай Волощук СД позавтракает и вкусит нашей восточной кухни и нашего гостеприимства. Пойдемте, уважаемые любители рок-музыки, вместе со мной и посмотрим, чем тут угощают. Шейх сказал Волощуку СД, рок-звезде русской, и отныне восточному рок-шейху самый лучший стол с качелями. Вот, 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 говорит, только уважить хочу от человека. Русским рок-звездам все самое лучшее. Поэтому будем вот здесь вот завтракать и одновременно качаться. Как вам, уважаемый любитель рок-музыки, восточное гостеприимство? Уважаемый любитель рок-музыки, ну, первый раз ем на качающемся кресле, на качелях. А вы говорите, что мы зря сюда поехали. Нет. Мы увидели многообразие этого мира. Еще большее, чем видели раньше. Вон, видите, что творят русские туристы. Издеваются над верблюдами. Ну, напрашивается, напрашивается сочинение восточной песни. Какой-то писатель назвал их корабли пустыни верблюдов. Так поэтично, потому что вот эти барханы напоминают разбушевавшееся, волнующееся море, а они по нему идут и несут товары, караваны, людей перевозят. Главное животное здесь – верблюд. Уважаемый любитель рок-музыки, но я не ошибся. Завтрак настоящий шейховский, царский, то есть. Что сюда входит? Самое главное – они принесли настоящий фреш апельсиновый, с мякотью. Не из порошка. Это уже меня порадовало сразу. Потом они принесли настоящий вареный кофе. Нерастворимый, а настоящий. Это по-царски. Молочка принесли. Потому что знают, что волочок СД любит кофе с молоком. И сейчас я попробую омлетик. Что сюда входит в царский завтрак? Омлет. Ммм, хороший. Маленькие вот такие вот сосисочки. Обратите внимание. Ммм, и сосиски неплохие. Две греночки. Это десерт, арбуз. Масло свежее. И даже не знаю, что это. Посмотрю. А, варенье. Джем. То есть, ну как вам? Плюс круассанчик и с шоколадом булочка такая специальная. И плюс, гляньте, еще и немножко ветчины. Поэтому, видите, шейх уважил Волощука СД, своего коллегу, восточного рок-шейха. И предоставил ему прекрасный завтрак. Приятного всем аппетита тем, кто сейчас завтракает. Уважаемый любитель рок-музыки, подвожу итог угощению шейха. Отмечаю еще раз. Фреш с мякотью, настоящий, апельсиновый. Класс. Кофе, настоящий, вареный, молоком свежим, хорошее, вкусно. Из еды отмечаю омлет великолепный. И сосисочки. Ветчина не очень. И вот свежие фруктики. Какие? Арбуз и ананас. Холодные, хрустящие, великолепные. 4,5 балла. Ветчина подвела шейхский завтрак. Так было бы 5. Для путешественников, для такого, будем говорить, комплексного завтрака, 4,5. Ну что, уважаемый любитель рок-музыки, понравилось вам воздушное путешествие над дубайскими равнинами, холмами и песками? И мы прикоснулись к священной земле одного из эмиров, шейхов дубайских, который разрешил пролететь нашему шару над краешком своей земли. Только потому, что там в шарике, в гондоле в этой, сидел Волощук СД, русская рок-звезда. А теперь еще и ставшая восточной рок-звездой. Всем до свидания. До следующих путешествий. Спасибо, Катя Беларусь. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук.